Добрый день, дорогие друзья! Категорически вас всех приветствую, с вами на связи Аркадий и Толкенвейд. Извините, что сегодня второе видео за день, но пришло достаточно много информации по поводу обновления 1.1, и я просто не мог не поделиться этой информацией с вами. А теперь давайте перейдем к тому самому интересному информации по поводу обновления 1.1. А Занят, чувак, который занимается сливами на Твиттере, предоставил вчера очень много информации, и давайте я для вас о ней поведаю. Кстати, если вы вдруг хотите первоначально узнавать все оттуда, то ссылочку на него я само собой оставлю в описании. Итак, первое. Это будет добавлен новый предмет, который будет называться карманная точка перемещения. То есть мы в любой точке мира сможем поставить свою маленькую карманную точку, на которую сможем всегда перемещаться. Очень классная штука, особенно если ставить ее где-то в точках фарма. Вопрос только в том, какое количество точек мы сможем поставить. Я предполагаю, что одну, максимум две или три, там в зависимости от развития сюжета. Скорее всего по одной точке телепорта на каждую локацию, которая у нас открывается. Сейчас, в данный момент у нас открыты две локации. Второе. Это бутылированные духи воздуха. Как вы знаете, на некоторых заданиях нам необходимо собрать трех таких духов и появляется ветер. Как раз таки вот эта вот бутыль поможет нам хватать этих призраков, духов и в любом месте активировать воздушный поток. Интересная вещь, но я подозреваю то, что из-за этого будут усложнены некоторые пазлы в дальнейшем. То, что нам будет не обязательно где-то рядом эти духи находиться, нас просто будут заставлять бутылировать их и уже использовать непосредственно перед сундуком. Далее у нас идет карманная сумка с едой. Многие игроки просили, чтобы разработчики добавили возможность использования некоторых видов еды непосредственно с горячими клавишами. И именно вот этот вот предмет как раз таки и позволит нам использовать два вида еды, которые мы в нее положим, быстрыми клавишами, а не для того, чтобы лазить в каждый раз в нашу сумку. Классное добавление. Разработчики слушают пожелания игроков и, слава богу, все это постараются реализовать. А дальше. Информация по ивенту на глайдерах. Здесь нужно будет проходить всякие челленджи, зарабатывать очки и после этого получать награды. Задания на глайдерах, скорее всего, будут по перемещению по карте, через ветряки, всякое подобное. Ну, в общем, такая прикольная активность. Наверное, чтобы пройти на золото, там надо будет очень сильно-сильно попотеть. Дальше. Информация вот по этому скрину, она пока никакая. То есть здесь какой-то ивент, который будет разделен на три части. Единственное, что то, что по центру изображена моно. То есть, возможно, какая-то информация по поводу водных магов, либо же чего-то, либо же какое-то сюжетное дополнение. Поэтому будем смотреть, что это непосредственно такое. Вот эта вот информация достаточно интересна. Как видите, появляется у нас новый ресурс. Кругленькая смола. Что это вообще такое? Это вариация обычной смолы, которую мы можем бутылировать. То есть, к примеру, у нас имеется лишняя смола, которую мы сегодня не успеваем завязать. Ну, к примеру, вам не хочется сегодня фармить тех или иных мобов, тех или иные данжи, в которых сегодня падает. А хотите больше пофармить в среду, когда падает непосредственно предметы для апа вашего армора, либо же предметы для апа героя. И в этом плане вы можете забутылировать свою смолу. То есть, за 80 смолы и за две штучки, которые падают с бабочек, мы можем забутылировать в две сферы смолы, которые, кстати, точно так же дают 80 смолы при использовании. То есть, по 40 каждой, да? 80 дается две. И мы точно так же можем ее использовать для того, чтобы ее обновиться в любой момент, когда нам именно это хочется. Но здесь, а здесь можно написать, ну, то, что да, то, что мы просто можем использовать эту бутылированную смолу. А дальше, здесь вот какой-то компаньон, непонятно, что это за личность, но, видимо, какая-то френдли миньон, либо же торговец будет новый, поэтому... Дальше, информация по ивентовому мероприятию, которое будет проходить, да? То есть, вообще, пока точно непонятно, что это. У меня, честно говоря, было подозрение то, что это все-таки будет новый босс. Но здесь говорится то, что это спойлер нового ивента, золотой дом. Здесь вот мы видим Клайда, Чилда, точнее. В общем, это новый босс, у него вот будет вторая фаза такая, необычная, и будет, само собой, ивентовый стор, где можно будет купить много предметов для аппа персонажей, и также много опыта. Это классно, потому что, вот, к примеру, у меня уже книжек опыта начинает не хватать для прокачки. То есть еще один ивент, вот такие спойлеры. Далее, ивент на фишель. Тут нужно будет просто выполнять задание вместе с фишель, то есть тут собирать ресурсы, выполнить квест, и мы можем получить одну фишель на халяву. Поэтому, возрадуйтесь, хорошего персонажа нам дадут, по крайней мере, однократно на халявку. А так, здесь информация по поводу того, что было аппа фикшеном Мона. И вот дальше ивент, и вот, что непосредственно как раз таки вот по поводу того, то, что какой будет кооперативный ивент непосредственно проходить у нас завтра, когда он уже завтра начнется. То есть здесь нам надо будет убивать мобов, а за них мы будем получать вот такие ресурсики. И после этого такие ресурсики необходимо будет вот так вот брать и сдавать. Мы подбегаем и сдаем в гарнило то, что на фармере. А что вообще можно будет купить, да? Здесь, как мы видим, можем обменять по заданиям, само собой, куда же не деться на примогемы, и на ресурсы, на артефакты. Но самое главное, то, что мы видим, то, что надо достигнуть эффективности. Надо достаточно много раз играть и делать. Как может вообще тут написано, да? Здесь нету времени прохождения, нету этот ивент не для восьми игроков, всего максимум может быть трех игроков. И да, то, что этот ивент всегда будет подразумевать под себя мультиплеерность. То есть, если у вас нет друзей, то тогда, ребята, вам нужно их заводить. А заводить их лучше всего в моем дискорд-канале, ссылочка на который, конечно же, есть в описании. И я периодически по субботам, скорее всего, буду делать посты, в которых вы можете познакомиться с другими игроками, бросить свой эдишник, познакомиться, пообщаться и вместе проходить некоторые такие активности. Ну вот, в принципе, получается и вся информация, которая есть у нас на данный момент. Давайте подведем итоги. То есть, у нас завтра начинается кооперативный ивент. И, само собой, больше, все больше, больше с каждым днем становится информация по поводу грядущего обновления, которое выйдет только через месяц. Поэтому целый месяц у нас есть возможности просто погриндить, а разработчики, скорее всего, будут принесить нам всякие маленькие ивенты, чтобы мы соскучали. Не забывайте про то, что я стараюсь всегда выпускать ежедневно для вас видео, иногда более качественные, иногда вот такие вот разговорные, поэтому твое мнение о развитии канала в описании. Также, если имеются идеи какие-то для интересных роликов, тоже пиши мне, я с удовольствием прочитаю, и если смогу это реализовать, то постараюсь реализовать. С вами на связи был Аркадий, Толкенвейд. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.